В этом году Роспотребнадзору исполняется ровно 100 лет, 50 из которых в службе работает Дежидма Жамсуевна. Говорит, нагрузка на специалистов все эти годы не снижалась. Каких только инфекций не было, каких только объектов внешней среды, это все надо было исследовать бактериологически. Поэтому я считаю, что у меня была очень интересная работа. Но что я люблю свою работу, это говорит о том, что у меня еще и дочка врач-бактериолог, и внучка врач-бактериолог. 15 сентября 1922 года вышел указ о создании санитарных органов. С того дня служба прошла большой путь от маленьких разрозненных учреждений до федеральной организации Роспотребнадзора. Изначально его главной задачей была борьба с эпидемиями, ведь вспышки инфекций происходили очень часто. Минго-куковые инфекции, туберкулезом, сифилисом, а сейчас корь, краснуха. А сейчас об этих болезнях, ну или они встречаются в единичных случаях, или вообще об этих болезнях забыли. Сейчас пришли совсем другие болезни. Ну вот этот коронавирус, который всем показал, что такое инфекция и какая роль санитарно-пенебрагентской службы в борьбе с инфекциями. В службе говорят, что справиться с ней, как и с прошлыми инфекциями, поможет вакцинация. Ее за все годы существования Роспотребнадзора вывели на новый уровень, сделали повсеместный. И сейчас одна из важных задач Роспотребнадзора – профилактические мероприятия. Меняется микромир, и мы совершенствуемся, и меняется микромир. Он приспосабливается к нам, формируются антибиотикорезистентные штаммы. И, конечно же, это тоже создает для нас новые задачи, как диагностировать, как лечить, как профилактировать. Поэтому задач у нас много на сегодняшний день. Мы готовы к этому. Сегодня, говорит руководитель службы Сергей Ханхареев, праздник ветеранов. Ведь именно они создали базу для нынешних сотрудников. Люди работают подготовленные, профессионалы, ответственные. И вы внесли огромный вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Я благодарю вас за эту самоотвержденную работу. Она на самом деле была очень самоотвержденной. В общей сложности на защите населения республики от инфекции стоит почти тысяча сотрудников. Ася Касьянова, Новости дня.